Я сегодня ходил на прогулки у меня песенка такая широко известная И там такие слова Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоют Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет Ну и после такого выступления доброго здоровьяца И так сказать, я лежу на диване, ну думаю, можно что-то ответить, да пойти на ужин Итак, Олег Борода пишет, удали матку, да и всех делу, Малахов Ага, пишет и пойдут мои комментарии, такая беседа у нас Да, Петрович, как не зайди, то не соскучишься, это хорошо Вот, например, только раз мне Ютуб выкинул Виталий Островский, просит помощи Два миллиона с лишним у него подписчиков Ну если хотите, вы можете сами почитать, о чем он там просит помощи Майкл Джаксон, да не врачи его загубили А бесконтрольный прием сильнодействующих препаратов Знаете, а кто ему сильнодействующие препараты предложил? Ну кто ему предложил? Скажите мне, не врачи загубили, а вот сильнодействующих препаратов Экспертиза нашла таких с полдесятка Передозировка заключили экспертизы, передозировка Знаете, я ни в коем случае не хочу там что-то такое сказать на Олега Но я лично сейчас как-то стараюсь что-то узнать более подробное О предмете там, допустим, разговора И потом уже что-то там такое, знаете, однозначно сказать Передозировка или там недозировка, или там газировка Или еще что-то Так вот, так вот, еще разок, понимаете Вот, когда включается соображалка, ты начинаешь понимать Я же вам приводил, вот у меня перед глазами пример с моим свояком Болит спина, вес огромный, особо делать ничего не буду Спина болит Принимал обезболивающие таблетки Вот он принимал, только хоп, раздается Это потому что жена, сестра моей жены Так и так вот случилось, вот то-то, то-то, то-то Ё-моё, больница, то-то, что-то, как Открылась язва из-за того, что вот эти вот препараты Он сильнодействующий, или там, это лекарство, которое обезболивает, принимал Ну ладно, откачали в больнице, все нормально Тара-та-та Ну, прописали тоже же ему врачи, в конце концов Дальше пошло дело Спина же болит Значит, тогда переходим на обезболивающие уколы Через некоторое время у него сдает сердце Ну, откачали, вот Я думаю, тут еще Вот, очередной этап Все-таки человека, знаете, иногда бывает Не просто так это сломить Можно ли было что-то в этих случаях Вот со спиной что-то сделать Ну, вот на меня посмотрите Я вам и свои эти самые МРТ-шки там показал И все Я вам показал и спину свою Я показал и результаты, и все А было очень плохо Очень плохо То есть, можно, знаете, самому себя запустить Вот так вот выйдет Теперь вернемся к Майклу Джаксону И, кстати, вот почему еще За Майкла Джаксона я зацепился Вот вы видите, у меня вот это вот белое пятно Или вот, или вот так, да? Вот так, если посмотреть Это называется Витилиго И самое интересное, что у нас имеется такая, знаете, общая закономерность с Майклом Джаксоном Ну, помимо того, что мы оба гениальны Ну, как вы знаете, я Светоч, а он там король Так вот, я в свое время испугался ночью Вернее, сначала попал под машину Это был своеобразный такой сдвиг у меня Как бы сказать, в организме там лечили Толку никакого Бабушка вылила испуг, все это вроде как прошло Свою бабушку пугаясь То есть, от сильного испуга У меня появились вот эти вот белые пятна Которые якобы указывают на гениальность Ну, такая дурь Которая там где-то, знаете, летает Говорит, да, это признак Вот, 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 а сука, гениальность У Майкла Джексона была похожая ситуация Он снимался в рекламе Пепси-колы Есть даже, я даже как-нибудь найду Не поренюсь, если там в следующий раз буду делать что-то такое Да почему, да я даже сейчас даже найду Вот это, скорее всего, вот здесь вот это и будет И он подошел к осветительному прибору И у него эта шевелюра вспыхнула И он с факелом ужас, ужас, ужас То есть, он пережил сильнейшее эмоциональное потрясение После чего у чернокожего человека Появляются вот эти вот белые пятна Видите, лига Я помню, как меня лечили там Бероксан, таблетки, массы, облучение Знаете, если этот сдвиг вот здесь произошел То надо вот здесь его и делать А если вы не понимаете, что за сдвиг произошел То некакого хрена лезть с какими-то там этими самыми таблетками Или еще там процедурами Пытаясь организм заставить, значит Вырабатывать этот что-то Мелатонин или что-то у нас этот Пигмент этот, да В данном случае у меня У него же они пошли по Вот я не поболеюсь такого слова Как по дьявольски изощренному методу лечения Они ему предложили Мы тебя обесцветим Мы тебя сделаем белым человеком И для этого, для этого Ты должен, естественно, принимать соответствующее лекарство Представьте себе, чтобы обесцветить Вот это все, какую-то функцию подавить Я не хочу сказать, что только одно это повлияло Там повлияло все в сумме И еще какие-то препараты Еще какие-то Они там огромное количество Различное в себя закидывают Чтобы проснуться Чтобы там просраться Чтобы, грубо говоря, там аппетит был Чтобы заснуть потом Вот, поэтому Лично я вижу А тем более он же еще говорит Вот такой поборник Здоровый образ жизни Там лазил Что-то там это самое все Растения ел Одуванчики Там все такое Что просто организм Сколько ж можно справляться Это вот когда его там обесцветили И до самой смерти Так что да Как бы понимать Зачем он принимал Эти сильнодействующие препараты Вот просто, знаете, сказано так Сильнодействующие препараты Ну и что Что, что, как Разобрали это Далее При обнаружении кишечника Полипа Никогда не удаляют кишечник Опять-таки Вот распоротый кишечник Я, так сказать, вот Я Знаете, я свидетель Это Мой хороший знакомый Которого я знаю с детства Мы вместе росли Я немножко постарше Квартиры наши были рядом Это все Все дело пошло И вот И вот Что-то они заскучали Поедем-ка в Москву Проверимся Что там, что там и как Как бы сказать Следует Здесь подчеркнуть Что у его мамы Были полипы Она умерла От этих полипов То есть Переродились в рак И так далее Ну вот Что-то Что-то, как бы сказать В голове Такое, видать Созрело То есть Они поехали в Москву Их проверили У жены Все нормально Ага У него нашли полипы Что-то там Отщепили А вот там Говорят Еще какие-то есть Большие полипы Вот это Надо как-то удалять Вот мы сидим Вот как Вы видите Меня Вот так Вот так Вот мы сидим Я говорю Слушай Дружочек Ну это Я кое-что понимаю Как-никак Сами знаете Кто я такой Я говорю Ну ты Понимаешь На что ты идешь Потому что я знаю Что у меня был случай Когда с помощью Чистотела Женщина избавилась От полипа То есть Я еще Хотел ему Эту методу Там предложить Но знаете Нет пророков В своем отечестве Вот они сидят И жена говорит Да все будет нормально А все будет нормально Нормально А я говорю Ну а как будет Ну говорит Могут вот так А могут вот так Распороть пузо Ну ладно Распороть пузо Так Как Как Все таки Не мой Кишечник Не мой полип Хотя я Думаю И у меня есть полип Ну Сколько я с ним проживу Да столько и проживу Ну не обо мне речь Вот Ну ты знаешь Ты понимаешь На что Чуть Ну вот так сказали Да Запросто Ну вот И запросто Только Хопачки И удалили Вот Вот Вы пишите Никогда Не удаляют Кишечник При обнаряжении Кишечного А тут взяли Где-то Одну треть Только И удалили Вот вам Понимаете Можно Можно все что угодно Говорить А вот он Случай у меня Перед глазами После этого Ага Надо У меня там спрашивают Как нормализовать Микрофлору Что ее нормализовать Когда там Негде Место В котором Это Нормализуется То есть Удалили Часть кишечника В котором Выполняются Определенные Функции Там Натянули Склеили И так далее И зашили И все Полипа нету Нету Вот Теперь Ослаб Далее Не всякая еда Ему подходит Далеко не всякая еда И постоянные проблемы Чуть что Вот такая вот Ерунда получается Плюс он еще там Принимает Какие-то таблетки От того всего Короче Можно было прожить И с этим полипом И Сколько проживешь Столько проживешь Ну дальше Только если Это онкология Ну вот онкологии Не было Но вместе с полипом Удаляют часть Или весь кишечник Ну и вот Часть Или весь кишечник Вот удалили Удалили часть И весь кишечник А как жить дальше Вот Без этой части Это То есть Вот когда вы Видите Что происходит После Вот этого всего Вы тогда понимаете Что возможно Пока он там был Этот полип И грубо говоря Он ничем себя Не обнаружил Да прожили бы Сколько прожили Прожили бы в здравии И Сколько Бог Грубо говоря Даст Дальше Но это проблема Пациента После 50 лет Нужно регулярно Проверяться Да проверяйтесь Регулярно Нерегулярно Там и еще Что-то такое Ну вот регулярная проверка У вас обнаружила Вот этот полип И что вам Предлагается И вот тогда Действительно Проблема Пациента Страдальца То есть Он еще Более-менее Здоровый человек Он не чувствует Этот полип Я еще спрашивал Ты чувствуешь Этот полип Он тебя беспокоит Нет Ничего не беспокоит А После 50 лет Вы думаете Еще что вы там 100 лет проживете Ну пожалуйста Это как Тут Советует Бесполезно Вы решаетесь Пожалуйста Решайтесь Ага Удалили Как качество Вашей жизни Будет Насколько Там это И как бы Говорит Что вы так Проживете Что так Проживете Примерно Одинаково Только вы Еще проживете Как нормальный Человек Со всеми Так сказать Вещами Можете Там это быть А можете Ну просто Знаете Прожить Мучиться Там Если это Вас устраивает Действительно Это проблема Пациента Вот я с этим Полипом Там живу Да и нормально Там Я просто чувствую Что что-то там Есть Да и хрен С ним Есть И есть Сколько Проживу Столько Проживу Дальше Удалили Детородные Органы Их удаляют При определенных Показаниях Ну знаете Вот Показали Удалить Детородные Органы А там А там Детородные Что я Что я вам Что я вам Хочу сказать Вот если Не знаете Как Вылечить Злокачественные Опухоли Доброкачественные Я не хочу Сказать Что я Знаю Это Но я Понимаю Что Не удалять А до этого Действительно Не на народное Лечение А на ведение Здорового Образа Жизни Если у вас Начинаются Какие-то Проблемы Более-менее Регулярно Повторяющиеся А тем более Еще усугубляющие Но еще Не принявшие Какой-то Такой Знаете Злокачественный Оборот Вы уже Должны Бить На бат И смотреть Отчего Это Где Причина И устранить А так Тратить Народное Ненародное Если вы Это не понимаете То вам Все равно Что официальное Что народное Что еще Какое-то При этих Болезнях Можно На предыдущих заболеваниях Упущенное время Смерти подобно Вот это Вы знаете Вот эту песню Они Затеяли Упущенное время Смерти подобно Не о том разговор Разговор о том А как вы это допустили Как вы это запустили Где вы были Когда это начиналось Угуриева Тимошки Играла на гармошке И водку выпивала Вот в чем еще вопрос Вот только что-то Начинается И вы уже Работаете над собой А если вы не Наработаете над собой Так пожалуйста Знаю многочисленные Примеры Когда регулярное Обследование Барышни Вовремя Вортищися К специалисту При обнаружении Онкологии На ранних Стадиях Ни живых Ну хорошо Регулярное Обследование Обследуйтесь Никто не говорит Что это Самое Но важно Понимать Понимать Специалист Ух Эти специалисты Вот это вот Слово Специалист Кардиолог Доктор Кардиолог Который Который Меня Чмурил Говорит Да Малахов Курган И так далее А его нету Вот если взять Два случая Вот я сижу И вот он там Доктор Кардиологии А нету его Можете там Википедии Там почитать Там Пишут Кто там На меня бочку Там Катило Здесь я тоже Не хочу Ничего сказать Ну пожалуйста На ранних Стадиях Да Была операция Лечение Но не живые Значит Можно И без операции Все это сделать И быть живым И наслаждаться Есть примеры Есть примеры Но опять таки Человек решает сам Вот он гуляет 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 А потом Трах-бах Но не живые То есть тут Идет Вопрос Между Можно так сказать Мной И Олегом Два мнения Можно так А можно и так Но Должны быть знания Как в этом случае Так и в этом случае Что и как делать А если вы не понимаете То вам Ни тот не поможет Ни этот не поможет Далее Но знаю Также немало случаев Когда Игнорировалась Медицина Люди уходили В народное лечение Позвольте Вот знаете Вот это вот еще Слово Игнорировалась Медицина Уходили в народное лечение Вы посмотрите Телевизор Как говорится Господа Хорошие Показывают детей Вот такое-то заболевание Вот такое-то Это самое Стоит там 3 миллиона 5 миллион 1,5 миллиона А где у людей Деньги Это Вот Просто Вот Обратились К этому Медицину Сказали Что мы тебя Вылечим За эту сумму Вот еще Знаете Говорят Там Трансплантация Этих Почек Там Что-то там Такое Тоже там Очередь Еще там Башляются Ну короче Знаете Вот Какие-то такие Что есть бабки Значит Вам что-то Пересадят Но Если Развивать дальше Мысль Что это Будет за лечение Вам Пересадили Орган Теперь Вы всю Оставшуюся Жизнь Должны Принимать Лекарства Против своего Собственного Иммунитета Чтобы не было Оторжения А можно Опять-таки А есть ли Методы Которые Могут Это сделать Без пересадки Возможно Вы не встречали Такие Случа А я встречал Довольно-таки Много Когда люди Включали Свою голову И начинали В этом Работать А если Не включали Ну пожалуйста Так что Смотрите Игнорирование Происходит В двух Случах Когда У человека Нету денег И второй Случай То вот я Перед вами Сижу Я же тоже Лечился С этим Геморроем С этими Гландами А я еще Допустим С чем Лечился Вот Но Не помогло Ни от Геморроя Ни в конце В конце Эти гланды Вырезали Управились И так далее Что потом Гаморрит То есть Дальше Совершенно Другая цепочка Болезней Была запущена Ну Гланд-то Якобы Нету Нету Не может Справиться С теми Болезнями Которые Зависят От Образа Жизни И им Поддерживаются А это Как правило Большинство Заболеваний Которые Возникают От Образа Жизни Им же Поддерживаются И если Мы его Поменяем То они Исчезают Итог Всегда Один То есть Надо Понимать Почему Игнорируют Из-за Того Что Либо Слишком Дорого Либо Неэффективно Всегда Не знаю Ни одного Рального Примера Кто бы С раком Выжил А я знаю Со с раком Или без рака Вот вам И этот Самый У нас С вами Разные Значит Эти самые Источники У вас Один Вы хотите Видеть Это А у вас Другой Все Они Нету В земле В том числе Моя девушка Еще хочу Сказать Чтобы Вылечиться Тем более От какого-то Сложного Заболевания Во-первых Нужны Знания Немалые Знания И во-вторых Нужно Грамотное Их Применение Как и в случае Медицины Так и в случае Допустим Народной Народной Медицины Так Дальше А могли бы жить Врачи так и говорят Люди часто приходят Сильно В сильно Запущенной Стадии Ну а почему Вот вопрос Задайте Почему приходят В сильно Запущенной Стадии Да потому что В больницу Надо идти Очередь Надо стоять Тебя погонят Туда Тебя погонят Сюда Сдавай там Анализы Еще что-то Еще что-то Еще что-то И уже действительно Когда вот это Припекет Вот уже Такой итог Но Но Я до этого Вам говорил У вас Начинается Какая-то Проблема Со здоровьем Ну допустим Там болеет горло Ангины Там или еще Что-то Такое Но начинайте Значит Разбираться Со своим Образом Жизни Вот в чем В чем В чем разница Чтобы дальше Этого не было Запущенной Стадии Запускает Его действительно Сам человек А уже Почему он Запускает Ну это Будем говорить Другой вопрос В основном Из-за своего Невежества Может быть Там какие-то Другие причины Ну в основном Из-за своего Невежества Потому что Именно невежество Приводит к тому Да Я вот это Перехвачу Да там Перехвачу Да тут Отлежусь Да еще что-то Тут деньги надо Зарабатывать Кредиты выплачивают Тут еще дети И так далее Муж И в результате Такое получается А надо Совсем по-другому Еще разок Я говорю По-другому Как только Что-то Начинается Вы С вашим здоровьем Вы начинаете Уже Исследовать Причинно-следственную Связь Почему Это происходит А не то Что-то Запущенное Стоит К чему Это приведет Приведет Естественно К чему Так После разных Народных Лечений Знахарей И прочего А знаете Народные Лечения И так далее А я вот скажу вам Как светоч Вот так вот Даже знаете С некой Нагалинкой А я вот создал Систему Естественного Оздоровления Организма С помощью Нормализации Работы Того же Самого Организма Я отталкиваюсь Не от каких-то Там Допустим Народных Лечений Знахарей И прочего Я опираюсь На физиологию На Те Будем говорить Основы Жизни Что заложены В человеке Как работать С жизнью В самом себе Вот О чем я говорю И это Приводит Опять-таки Вот же женщина Написала Вот к таким результатам Оказывается Тоже Это самое Олег Я так понимаю Это можно игнорировать Вот медицина есть И все Мы тут лечим Вот это лечим И так Это лечим А оказывается Можно нормализовать Организм И куча заболеваний Может отпасть Сама собой Время упущено Пошли метастазы Отчего Эти метастазы Вот отчего Появляется Рак Вот если человек Понимает Возможные причины Потому что Сама медицина Даже ничего не знает Тут она копается Копается С этим раком И так далее И так далее И у нее только Три метода Это Химиотерапия И радиотерапия И хирургия Все Отвали И как правило Человек Пять лет После этого Проживает И статистика И имеется А вот сколько он После пяти лет Кстати Вот это тоже Копнем Наверное Сколько он После пяти лет Проживает Он мой знакомый Хороший Рак Это меланома Кожа У него Я еще В бане увидел Помню Игорек Его звали Вот И я ему Говорю Слушай Вот это пятно Под коленом Мне не нравится Видите Как я почувствовал И примерно Года через два Через три Началась Вот эта меланома От этого Пошли там То Все Пятое Десятое Делать Пять лет Он продержался Потом Не стало За эти пять лет Он кстати Успел Как бы сказать Понимая Что он уже идет В лучший мир Постарался Выполнить Те задумки Которые у него были Отыграть концерт Который он там Хотел Вот это вот сделать Ну и все так То есть Время опущено Пошли метастазы И так далее От чего Почему Понимаете Грибки Не грибки Эмоции Запоры Ну что Что еще Там Что-то То есть Все это можно разобрать И примерно действовать А не искать там Маркеры какие-то На вот На эту онкологию И против них Делать специальное лекарство Чтоб оно подавило По-моему Такое было у Стива Джобса Так Мы с вами беседуем Да И так Все Значит Время упущено Пошли метастазы Все И я Знаете Тут мысль мне приходит Мысль оттуда приходит Это один способ мышления Вот Излагается Олегом Один способ мышления Я же вам Излагаю Другой способ Мышления Что это далеко Не все Если Вы Конечно Не усугубите Своё состояние А начнете Что-то делать Есть конечно Методики Но они Гораздо Труднее Уже Осуществить Когда И запущены Стадии Разные Там Заболевания Ну и Оттуда Человек Может Себя Вытянуть Было бы Желание А ну-ка Писи нам пропой Веселый ветер Веселый ветер Веселый ветер Готовьтесь к похоронам Ну Вообще Человек Если пожил 60 лет Да Нормальная жизнь Вот так Нормальная жизнь Продолжительность Что-то мы Всё думаем Хрен знает Сколько там жить У каждого Конечно Свои Эти Мысли Насчёт Продолжительности Жизни Её качество Одно дело Лишь бы жить А другое дело Качественно жить Ну ладно А то у каждого Своё Не будем На этом Застать внимание Так Народное лечение Имеет место Быть И очень часто Но не всегда Это нужно осознавать Два мнения И то Имеет место быть И это Имеет место быть Но в любом случае Вот смотрите Вас Лечит Будете лечиться Народной медициной Либо вы будете лечиться Официальной медициной В запущенном Не запущенном Там случае Либо же вы С помощью О чём я вам говорю Как создатель Системы Системы Здорового Образа Жизни Потому что Не понимают Что такое здоровый Образ жизни Как его вести Вот они В книгах Я как раз Изложил Значит Значит Вы уже Работаете Заранее Над тем Чтобы никаких У вас Осложнений Не возникало Что-то появляется Да У нас Постоянно Что-то появляется То-то-то-это Но мы Умело Регулируя Можем Всё это Предотвратить И дальше Жить 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 А если мы Это не делаем То тогда будете Народным Лечиться Лечением Там всё это Вам будут Либо будете Официальным Лечением И будете Тут Вот Что-то там То там запустил То не там запустил Был бы Умбы Улумумбы Был бы Чумбы Ни при чём бы